Всем привет! Рад приветствовать дорогую публику, дорогих слушателей, зрителей, подписчиков и тех, кто еще на нас не подписан вдруг по какой-то причине. Я решил выйти в эфир вот с каким объявлением. 12 июня 2020 года в интернетах этих ваших пройдет первый онлайн форум «Цивилизация». Форум «Цивилизация» будет интересный. Почему? Во-первых, все знают, что у нас сейчас на дворе происходит, поэтому, ну по крайней мере для наших широт, это первый пример такого большого исторического именно онлайн форума. Во-вторых, по содержанию. Содержание будет посвящено стратегиям прошлого. Стратегиям прошлого, которые были по той или иной причине успешны и которые могут быть восприняты как пример для подражания в настоящем. Почему они были успешны, эти стратегии? Кто конкретно их проводил? Возможно ли выявить у них одного конкретного автора или это была объективная реальность, проявленная так или иначе в движении общественной материи? Кто был задействован в этих процессах? Как именно? Словом, все, что подразумевает большое слово «стратегия». «Стратегия» — это искусство постановки целей. В данном случае огромных исторических целей, которые привели к огромным же историческим сдвигам. Это второй пункт, почему интересно. Третье — участники. Участники, на мой взгляд, не безинтересные. Во-первых, моделировать форум будет, наверное, многим известный Дмитрий Юрьевич Пучков, он же «Гоблин», он же «Опер», начальник известного интернет-ресурса «Опер.ру», где лет, наверное, уже пять, как педалируются различные очень важные исторические вопросы, причем на глубоком хорошем уровне. На мой взгляд, и не только на мой взгляд, одна из серьезных сейчас исторических площадок русского интернета. Касательно моего небольшого доклада. Надеюсь, не нужно объяснять, почему он будет не слишком глубокий, потому что за час, я думаю, мы сможем только правильные вопросы поставить, что, наверное, для любого исследования, не только исторического, это половина успеха. То есть, правильно заданные вопросы о том, что нас реально интересует, это начало любого толкового исследования. Нужно понять, что мы хотим вообще узнать, с какими вопросами мы хотим обратиться к прошлому. И первое, конечно, что нужно сказать, наверное, многие могут подумать, что я сейчас буду выступать, ну не сейчас, 12-го числа, буду выступать как некий адепт защищающейся России, которая претерпевала некую агрессию с запада или с востока, или постоянно вынуждена была защищаться, и нас все непрерывно давили, угнетали, а мы, значит, сопротивляясь и ведя справедливые оборонительные войны, захватили одну шестую часть суши при этом. Нет, конечно, не так. Не нужно думать, и не нужно думать про меня хуже, чем я есть на самом деле, что Большой Запад был для нас какой-то постоянной, вечной исторической угрозой. Конечно, нет. Во-первых, по простой причине того, что никакого Большого Запада в 17 веке просто не существовало, как и не существует по сей день. То есть, да, конечно, была и есть некая географическая, очень важная в мировом смысле структура, которая называется Западная Европа. И проводником культуры Западной Европы, в первую очередь, конечно, применительно к России, была Речь Посполита, то есть Соединенное Государство Польши и Литвы, которая в 17 веке все еще занимала часть исторических земель Рюриковичей, и часть земель Руси, из-за которых был постоянный конфликт, начиная с конца 15-го, начала 16-го века, у уже Московского царства, и до того конфликт у Московского княжества и русских отдельных княжеств. Вот этот конфликт не прекращался, естественно, он должен был так или иначе разрешиться. Собственно, вопрос состоял в том, кто будет доминирующей силой в Восточной Европе. Это нарождающаяся Россия или народившаяся в 16 веке Речь Посполитая? Вот этот вопрос был конкретный. Это не какой-то заговор, не какой-то хитрый план мировой закулисы, нет. Это вполне объективный процесс излета средневековья и начала нового времени. То есть вопрос был простой. Это я сейчас вопрос задаю не применительно к России и Польше, а применительно, наверное, ко всей Евразии. В это время основной способ разрешения противоречия был силовой. Причем силовое разрешение не имело под собой, чаще всего, не имело под собой тотального захвата и эксплуатации поколенной территории. Нет, это был всегда в результате тот или иной выгодный для победившей стороны договор, который ставил проигравшую сторону в менее выгодные условия. Но тут есть момент. Потому что, как известно, дьявол в деталях кроется и детали-то были в самом деле приинтереснейшие. Потому что, во-первых, мы имели настоящую угрозу далеко не только Запада. Потому что весь 17 век мы вынуждены были так или иначе сопротивляться угрозе с Юго-Востока, то есть со стороны Крымской Орды, со стороны Крымского юрта. И мы понимаем, что вот эта вот служба на Оке, служба на реке, которая потом перенеслась в засечные черты за Окские, отнимала огромную часть сил русского государства и значительная часть русских воинских людей, русских воинских людей как по Отечеству, так и по прибору, прошли именно через нее. То есть не будучи задействованными или постоянно задействованными на западных фронтах. Это во-первых. То есть это списывать со счетов нельзя ни в коем случае, когда мы говорим о реалиях 16-17 века. Во-вторых, конечно, это восточная политика, потому что Русь после взятия Казани, присоединения Астрахани, открыла себе за Волжскую часть Евразии и с тех пор ее продвижение в сторону будущего города Владивостока, Южно-Сахалинск, не прекращалось. Это второе. Ну и третье, конечно. Вот мы только что договорились, что я не считаю, что был какой-то большой Запад. Не было его. Но при этом Запад как таковой был, и именно эта самая развитая часть в будущем, самая развитая часть Евразии в это время, в силу самых разных причин, мы о них будем говорить в докладе, порождала в себе что новое? Капитализм. Если речь о временах царя Тишайшего Алексея Михайловича, то уже первые в чистом виде капиталистические революции прошли. Германская неудачная, нидерландская, английская вполне себе удачная. Но капитализм нарастал не только в указанных странах, капитализм нарастал буквально по всей Европе. И вот давление культурное, экономическое со стороны именно Запада, вот в этом отношении, конечно, было ключевым. И поэтому реакция России, олицетворяемая вот так вот для удобства личностью царя Алексея Михайловича, реакция была связана с очень непростой именно стратегией, с очень непростым историческим выбором. А именно, законсервироваться в неких собственных, отработанных веками, праотеческих формах, которые доказали, между прочим, свою эффективность за столетия. И остаться в границах, ну, по крайней мере, в первом приближении, вот той самой вот московской, в кавычках, Руси. Или вступить в соревнования и превратиться в доминирующую силу Восточной Европы. С очень далеко идущими последствиями. Я сейчас даже не ставлю никаких оценочных категорий специально. Хорошими последствиями, плохими последствиями. Нет. Просто сейчас договоримся с последствиями. И вот выбор того, идти на конфронтацию с не Западом, да просто с Речью Посполитой. Что означало сразу за этим создание новой армии. Потому что, как мы помним, отличненько из опыта ливонских войн, войн за ливонское наследство, ни одна война никогда в такого большого масштаба не прекращалась с столкновением двух стран, обязательно вмешивались третьи страны. То же самое будет и в войнах Алексея Михайловича. В дело вмешается Швеция, опаснейший наш противник. В тот момент на берегах Балтики. Вот для этого нужна была новая армия. А новая армия, как мы понимаем, это что? Это абсолютно новый, важнейший элемент надстройки. Потому что именно армия, это особенно в новое время, на излете средневековья, в раннее новое время, это политика государства, направленная вовне. Она должна быть как минимум не хуже, чем у окружающих. Но вот мы же правильно сказали только что, да, окружающие Запада строили в этот момент капитализм, который там развивался подспудно, так или иначе, все средневековье. И в этот момент этот капитализм шагнул наконец из своей средневековой феодальной колыбели. Европа очень богатый, торгово-выгодно расположенный регион имела возможности его развивать. Мы только что, буквально, вот при Иване Грозном, шагнувший в феодализм в полном смысле слова, не имели исторического задела для того, чтобы прямо сразу сказать, товарищи, товарищи феодалы, у нас, пожалуй, 1650 год, даешь построение капитализма. Мы, понятное дело, такого сказать не могли. Мы даже не знали, что это такое. Но, тем не менее, мы, вот это нужно принять как данность, мы, Россия, были не в состоянии конкурировать с находящимися с Запада территориями в простом материальном смысле. То есть, доллар на доллар, вот условно говоря, талер на талер, мы противопоставить не могли, были не в состоянии. Однако, новая армия была нужна. Новая армия, армия Великой Пороховой Революции, стоила невероятных денег, невероятных ресурсов, в том числе и просто человеческих. И вот эти ресурсы нужно было откуда-то изыскивать. И это первый вопрос, на который дала решительный ответ вообще вся стратегия Алексея Михайловича. Вот об этом-то я и буду говорить. Пока только маленькая оговорочка. Вот совсем маленькая сноска. Я не считаю, что Алексей Михайлович, царь Тишайший, несмотря на всю исполинскую тень, которая отбросила эта фигура на русскую историю, решал все сам. Я отлично понимаю, что это было не так. Так не бывает просто в истории никогда. Я это сейчас обозначаю для удобства. Вот эпоха царя Тишайшего, стратегия царя Тишайшего, наконец, асимметричный ответ царя Тишайшего. Собственно, как и называется мой доклад. Надеюсь, я в самом первом приближении описал то, о чем я буду говорить. Ну и жду вас на своем докладе, а также приглашаю на доклады всех остальных докладчиков. В точности не знаю их наполнения. Это не мое, собственно, дело. Так же, как и вы, буду зрителям с интересом наблюдать за развитием событий. На сегодня все. Всем пока. Жду на форуме 12 июня с 11.00. Ссылка, как обычно, под роликом.